всем привет вы просили и сегодня по вашим просьбам будет продолжение серии видео об ссср если вы вдруг впервые попали на мой канал или по каким-либо причинам не смотрели мои предыдущие видео обязательно их посмотрите потому что это уже по моему пятая серия в этих видео мы вспоминаем как советские женщины раньше ухаживали за собой как они красились какой косметикой пользовались какие прически делали какие стрижки и прически были актуальны в то время и много много всего интересного в том числе и какие пластические операции были в ссср в общем все это мы вспоминаем в данной серии роликов я обязательно все ссылочки внизу оставлю здесь где-то всплывет подсказка а на предыдущие серии сегодня мы с вами будем разбирать макияж и это будет видео о конкретных каких-то приемах макияжа о конкретных каких-то бьюти лайфхаках того времени дело в том что о косметике того времени у меня уже видео выходило мы вспоминали какие были пудры помады карандаши и прочее поэтому сегодня мы с вами буквально по десятилетиям разберем что было тогда модным как наши женщины красились конечно если вы залезете в интернет то вы найдете огромное количество информации о том какой макияж был моден в пятидесятых шестидесятых сороковых годах но дело в том что вся эта информация она фактически советского союза не касается к сожалению у нас все конечно гораздо печальнее особенно что касается военных и послевоенных лет и если сравнивать макияж нынешний то как мы сейчас красимся и макияж советских лет то конечно сравнение будет в пользу нашего нынешнего макияжа хотя бы потому что у нас гораздо больше сред да у нас сейчас есть все средства необходимые чтобы сделать абсолютно любой макияж от легкого до какого-нибудь ретро или как он тематического макияжа то время я вам уже рассказывала что косметику было купить сложно косметику приходилось доставать были периоды когда ее практически не было вообще если взять весь советский период то отношение к макияжу можно выразить одной фразой чем меньше тем лучше но по крайней мере нас так этому учили и если вы вспомните фильм 1983 года одиноким предоставляется общежитие то там героиня в гундаревой умывала насильно подругу которая разукрасилась для нового года в общем то эта сцена как раз таки отражает отношение к макияжу и косметике в целом и скромность и естественность это были непременные атрибуты советской девушки давайте все-таки немножечко разберемся почему же у нас все было достаточно печально двадцатые года дело было после революции и к сожалению люди были вынуждены изменить всем своим привычкам гигиены привычкам ухаживать за собой сами понимаете естественно наступил период дефицита и после революции остались всего две фабрики которые в то время работали и были уже переименованы и вы их все знаете это свобода и новая заря но к сожалению они перешли на выпуск обычного хозяйственного мыла которое то время выпускалась просто тоннами и в то время власть объявляла что чистота это лучшая красота и не стоит тратить свое время на какие-то глупости на косметику и на уход за собой и оттуда пошла совершенно замечательная фраза что нет женщин есть рабочие и комсомолки и внешний вид их должна регулировать партия то время издавался очень популярный журнал журнал работница в котором постоянно этой теме уделялось большое внимание постоянно публиковались какие-то статьи были какие-то публикации сейчас я вам даже несколько из них зачитаю например 1924 году сотрудницы одной из фабрик постановили не пудрится и не мазаться лицо портится и нехорошо как будто обман какой мы коммунисты и комсомольцы стоим за красоту за красивое тело за изящную человеческую фигуру за естественную красоту они подмалеванную или еще одна заметка в 1925 году при повышении культурного уровня женщины вся эта косметика сама собой ликвидируется все духи тени помады отныне признавались элементами которые враждебны нынешнему строю и конечно же это все было не просто так целью было снизить социальное напряжение советский человек в то время не мог в советские люди в большинстве своем не могли себе позволить купить косметику и партии их успокаивала что приличные люди в ней и не нуждаются ну конечно же представители власти и богема старались жить по-старому и пытались достать эту косметику всеми возможными способами и духи в то время доставали и даже духи в то время обменивались на продукты было и такое и когда маяковский уезжал за границу то лилия брик всегда писала ему небольшие записочки с тем что нужно привести за границы одну из таких записочек вы увидите сейчас на экране но естественно женщины во все времена хотели выглядеть красиво и старались выглядеть красиво и хотели пользоваться косметикой и поэтому те кто не мог достать себе пудру ту же или помаду использовали какие-то подручные средства а подручными средствами были и сажа которые подкрашивали аккуратно брови и свекла вход шла вместо румяной помадой и даже зубной порошок использовался вместо пудры было все женщины выкручивались как могли тридцатые годы слава богу ситуация начинает меняться меняется экономика и политика и уже на смену бесполому существу приходит наконец-таки женщина которая ухаживает за собой и в то время считалось что женщина может и работать и заботиться о семье и при этом прекрасно выглядит одно другому не мешает как я вам уже рассказывала что именно в то время проявляются первые косметические кабинеты в 1937 году открывается институт красоты конечно к сожалению в то время это было доступно только избранным только власти элите и к сожалению обычным людям это было практически недоступно 1935 году открывается фабрика грим эта фабрика производила косметику для кино для театров ну опять таки это было не совсем доступно для обычных людей ну что говорить про сороковые годы конечно это годы войны и в послевоенное время все возвращается к тому что опять в цене естественность опять цене просто чистота тела без всякой косметики и использование косметики это считалось чем-то неприличным и даже высмеивалась в журналах того времени например в журнале крокодила рисовали всякие интересные шаржи на эту тему и в то время естественно женщины шли все на те же ухищрения потому что женщины во все времена хотели выглядеть красиво 1947 году начинает наконец-то выпускаться тушь первая ленинградская которая продается и по сей день в коробочке в которую нужно плюнуть и накрасить ресницы кстати у этой туши есть прототип это тушь мэйбелин которая изначально выпускалась именно в таком варианте виде брусочка конечно эта тушь опять-таки была доступна не всем и поэтому даже существовал рецепт по которому варили такую тушь а варили ее из пробки воска и мыло 50-е года открывается еще несколько косметических фабрик и ситуация немножко начинает улучшаться если говорить о макияже тех лет то женщины либо практически вообще не красились либо красились но совсем чуть-чуть буквально чуть-чуть бровки подвели глазки немножко подкрасили в большинстве своем женщины в то время все-таки косметику практически не использовали 60-е года ситуация становится еще лучше в это время выходит всем известные фильмы например девчата или в 1968 фильм бриллиантовая рука и в принципе по модницам которые показаны в этом фильме можно было судить о том какой макияж был в то время что называется в тренде и этот макияж был примерно одинаковым во всех фильмах и если даже посмотреть фильмы того времени вот 60 и даже 70 и года если сравнить актрис как их красили то накрашены они примерно все одинаково то касается макияжа 60-х годов то можно выделить такие особенности как четко обведенные губы контур губ стрелки обязательные 60-х годах они были модные и голубые или серо-голубые тени которые наносились просто до бровей без всяких переходов никакая складочка века в то время не выделялась и в принципе считала что это красиво 70-е года опять-таки тут мы можем вполне судить по фильмах какой макияж был в то время моден выходит иван васильевич меняет профессию фильм в 1973 году 75 выходит фильма с легким паром 1977 году выходит служебный роман но женщины накрашены были очень похожи на то как красились и в 60-х годах только 60-х годах это были стрелки здесь уже стрелочки либо они есть но гораздо скромнее какие-нибудь тоненькие просто чтобы подчеркнуть глаз либо их вообще нет в моде были полукруглые брови выщипанные до ниточки и подкрашенные брови опять-таки эти голубые и серо-голубые тени которые наносили на все века и вплоть до бровей кроме того было модно красить ресницы и часто красили ресницы достаточно густо чтобы они были объемными как раз таки ленинградская тушь в этом помогала что касается вот этих голубых и серо-голубых теней ну во первых они действительно были в моде вот эти вот оттенки а во вторых у нас советском союзе именно эти оттенки легче всего было достать то время кожу припудривали и тональными кремами я вам рассказывала они конечно были но ими не злоупотребляли в основном кожа была просто припудрена и и ценился естественный оттенок лица тогда моде был более естественный то но этому тоже конечно же есть объяснение потому что пудры того времени припудрить так чтобы идеально выровнять лицо просто-напросто не могли так сделать а тональные кремы я вам рассказывала какого они качества были что это фактически была замазка поэтому поэтому наши женщины предпочитали обходиться все-таки легким слоем пудры и все на это любимыми оттенками помад в то время были морковный и коричневый вот почему-то наши женщины именно такие оттенки выбирали конечно в моде были еще и розовые персиковые оттенки но может быть тоже потому что их было труднее достать они реже встречались красный цвет использовали но использовали достаточно редко кроме того что моде был вот этот вот естественный макияж я вам тоже об этом рассказывала что в семидесятые года как раз таки это период когда начали появляться всякие культуры и субкультуры и конечно они так скажем разнообразие в макияж вносили во время появились хиппи и панки хиппи вообще были за натуральную красоту и в основном их макияж составляла какая-нибудь помада естественных оттенков может быть слегка прокрашенные брови а глаза практически не красили что касается панков то панки в принципе любили яркие оттенки и использовали глаза панки любили выделить какими-нибудь яркими либо черными тенями а губы красили очень часто в синий или черный цвет ну и наконец мы подбираемся к самому интересному 80-е года когда на рынке появляется гораздо больше косметических средств гораздо больше возможности себя украсить нашу страну начинает приходить всякие латиноамериканские сериалы с которых мы естественно брали пример и в прическах и в макияже и конечно в эти годы начинается буйство красок кроме того появляется на рынке очень много журналов мы видим моду запада моду американскую то как красились и как одевались и естественно это вносит свои коррективы в наш макияж тени в то время использовались розово-фиолетовые ярко-голубые сливовые фиолетово-сиреневые лилово-розовые обязательно тени должны быть перламутровыми и обязательно они наносились до бровей уж использовалась самая разнообразная и черная и синяя и зеленая как я уже говорила буйство красок губная помада конечно перламутровая фиолетовая сиреневая ярко-розовая и мы с вами вспоминали еще один тренд еще одну фишку того времени это перламутровая белая помада которая шла вообще можно сказать единицам но как вы помните в школу приносил кто-то один эту помаду и потом весь класс ей украсился и мне кажется никто никто в то время не думал о гигиене о том что можно чем-то там заразиться и в принципе ничего не случалось это лака в тон помаде то же самое обязательно перламутровые появляется еще мода на то чтобы красить ногти так скажем пополам много делить один одна половинка одного цвета другая другого либо красить один палец там допустим розовый другой фиолетовый потом опять розовый фиолетовый и вот так их чередовать что касается румян то их очень любили их наносили в большом количестве и причем именно тогда появилась мода наносить вот так вот румяна ярко фактически пятном или вот такой полосой и вот так наискосок часто наносили и до самого виска фактически макияж глаз и румяна начинали сливаться и если вы видели фотографии то в этом месте всегда вот такое розовое пятно тени плавно переходящие в румяна то есть вот это вот мода того времени начале 90-х в принципе все было модным то же самое что было модным и 80-е годы тени были в моде синие зеленые фиолетовые обязательно блестящие обязательно нанесенные до бровей опять-таки густая карандашная подводка кроме того еще любили делать губы которые заметны за километр то есть если в предыдущие десятилетия макияж в основном делался с акцентом на глаза до 80-х года и начало 90-х в общем то на это наплевали выделяли ярко и глаза и губы то есть двойной акцент ногти были всех цветов радуги особенно популярны и если помните в то время лаки кики были они со всякими блестяшками шли абсолютно разных оттенков качество было конечно так себе брови в то время красили по-разному либо это были прямые тонкие в общем-то слегка подкрашенные брови либо красили с четко очерченным уголком это уже мода пришедшая к нам по моему из американских журналов и кстати в 90-е годы потом приходит мода на то что оттенок кожи начинают высветлять неважно загорелая вы или бледная оттенок кожи старались сделать светлее потом как я уже сказала буйство красок начинает успокаивается и в моду начинают входить естественные оттенки которые и появляются у нас на рынке я вам тоже об этом рассказывала поначалу были те не только ярких оттенков коричневые бежевые появились уже гораздо позже и наши женщины начинают использовать тени пастельных оттенков оттенки светло-коричневые бежевые песочные обязательно используется подводка в то время ресницы красятся черной тушью объемной но кроме в того в девяностые годы существовал еще стиль гранж и он был достаточно неряшливым то есть глаза подводились но такой неряшливой манере если говорить о модных оттенках того времени то очень была модной помада шоколадного оттенка такого шоколадно красноватого я бы даже сказала я помню у меня тоже такая была и наверное из коричневых оттенков которые под мои черные волосы шла именно вот это вот с красноватым оттенком потому что другие коричневые мне цвета вообще не шли и конечно же обязательно нужно было обводить губы и губы еще часто обводились гораздо более ярким или гораздо более темным карандашом и даже была такая мода когда губы просто обводились темным карандашом и закрашивались какой-нибудь светлой помадой или блеском самые модные румяна это наверное румяна кирпичного оттенка в то время были вообще если говорить об оттенках 90-х годов то это всякие оттенки коричневые сливовые терракотовые естественно красные вот такие вот цвета были в то время в моде вот это вот мода на темный контур губ и светлая помада или блеск он пришел от вероники костра помните тогда богатые тоже плачут сериалы потом дикая роза по моему с ней и вот она так красила губы по моему особенно это видно именно в дикой розе так что моду эту ввела фактически вероника костра как и просто мария виктория руфа которая делала вот такую челочку потом мы ее подхватили и у нас была мода вот на эти вот закрученные челки я вам тоже об этом рассказывала 90-е годы очень популярными становятся такие серебряные карандаши либо просто серебряным которым подводили нижняя века либо еще были очень популярны и такие белые перламутровые карандаши я сама так пользовалась закрашивалась все века складку я по-моему тогда не выделяла просто закрашивала белым перламутровым карандашом века и густо-густо красила ресницы я думаю что это была красота конечно но в то время так многие ходили и это считалось нормальным но и напоследок я вам прочитаю как нужно было правильно наносить праздничный грим на лицо это руководство напечатано в книге советы евы за 1991 год насколько я знаю такие книги книжки перепечатывались много раз и вообще изначально они в каких-то там семидесятых по моему годах были напечатаны и вот что здесь рекомендуют ну во-первых рекомендует как я вам уже говорила что лучший совет это умеренность и что интересно рекомендуют что фон лица должен быть на тон темнее или светлее кожи на лице представляете даже рекомендовали на тон темнее но сейчас рекомендуют либо тон в тон либо все-таки чуть-чуть светлее чтобы лицо было хотя я видела визажистов которая обладала сама бледной кожей и при этом она брала тональный крем темнее своего оттенка потому что она говорила я не хочу быть бледной и ничего страшного типа в этом не вижу здесь конечно как всегда интересные рекомендации кому что подходит блондинкам брюнеткам шатенко и вот рекомендации для тех кто хочет подготовить свое лицо к празднику во первых нужно выспаться потом по утрам заниматься гимнастикой причем говорят что готовится нужно заранее отменить дневной кофе уменьшить количество выкуриваемых сигарет непосредственно перед выходом советуют сначала нанести на лицо освежающие питательную маску из желтка и меда потом советуют кусочком ваты смоченном молочке а для лица протереть лицо когда молочко впитается нужно сверху нанести матовый крем и перед тем как наносить грим советуют сначала на лицо нанести тонкий слой пудры и только потом приступать к макияжу нужно обмакнуть ватный тампон в пудру стряхнуть все лишнее и легко провести по лицу потом нужно палец в крем обмакнуть протереть брови и уже затем их слегка подкрасить кончики ресниц нужно подбить щеточкой вверх смоченной в туши если вы знаете написано что данная тушь легко размазывается вообще ее не применяйте и вот еще очень интересный совет что верхние веки если вы наклеили накладные ресницы то нужно обязательно покрыть тенями и цвет теней должен быть под платье при нанесении помады рекомендуют сначала губы припудрить потом нанести помаду и обязательно ее промокнуть ну и давайте в конце видео немножечко вспомним лайфхаки советского периода ну например самый главный лайфхак о котором я вам уже сказала это голубые или серо-голубые тени которые доносились до самых бровей никаких переходов не делалось никакие никаких сочетаний оттенков не применялось это был всего один единственный оттенок сейчас у нас конечно тоже используют голубые тени ну естественно со всякими переходами с выделением складочки века с выделением уголка глаза в общем конечно ничего похожего на то что когда-то делали уже не делают я надеюсь еще один лайфхак советского времени и это конечно же разделение ресниц когда вы их накрасили тушью ленинградская тушь ленинградская она клал очень много продукта на ресницы и они естественно склеивались нужно было взять иголочку и аккуратненько разделить реснички совершенно шикарный и очень опасный лайфхак того времени это завивка ресниц раскаленной ложкой либо ножом то же самое очень нужно было действовать аккуратно следующий лайфхак того времени это использование туши вместо подводки то есть использовалась ленинградская тушь спичка остро затачивалась и вот этой спичкой аккуратненько наносили стрел конечно те кому удавалось тонкую кисточку достать пользовались кисточкой но в основном вот этой вот спичкой и еще брали эту же спичку брали черный карандаш и засовывали его в грифель то есть надо было смочить слюной засунуть грифель и точно также нарисовать стрелку лайфхак для хорошего тона лица как я вам говорила что тональный крем балет в то время был очень похож на замазку и вообще принципе все тональные кремы в то время ближе к замазкам были и поэтому использовался такой способ тональный крем смешивался с обычным увлажняющим кремом он становился гораздо более жидким и гораздо более так скажем увлажняющим и лучше ложился на лицо если же нужен был макияж который должен был продержаться весь день как прибитый к лицу то тогда тональный крем смешивали сталька мы наносили эту смесь на лицо этот же тональный крем балет девушки бледнокожие до первого загара использовали на ноги то есть брали более темный оттенок по моему он так загар и назывался и наносили его на ноги мазали ноги еще один способ еще один лайфхак получить тональное средство брали обычную рассыпчатую пудру и смешивали ее либо с увлажняющим кремом либо с детским смотря для какой кожи и по отзывам получался очень даже неплохой тональный крем и последний лайфхак того времени об этом я вам тоже уже в предыдущих видео говорила остатки помад из тюбика выковыривались смешивались допустим клали в ложку нагревали и помада расплавлялась можно было залить тот же тюбик от помады и получался совершенно новый оттенок мы подошли к концу очередного видео я надеюсь оно вам было не менее интересным чем предыдущие это видео мне пришлось собирать буквально по крупицам потому что если о западной или американской моде на макияж очень много всего написано то о том как красились женщины в советское время приходится вот знаете буквально так информацию тут чуть-чуть тут чуть-чуть была ситуация обязательно под видео вспоминайте какие-то свои лайфхаки или может быть я какие-то известные лайфхаки забыла обязательно об этом пишите я с удовольствием почитаю а у меня на этом все всем пока